Ты моргнула! Это ты моргнул! Я в эту игру с трёх лет у всех выигрываю, так что даже не пытайся меня обмануть. Угу, выигрываешь ты, потому что хитришь. Так вот, со мной этот номер не пройдёт, так и знай. Это была честная победа. Да, но если тебе хочется думать иначе, могу тебе уступить. Оставить одолжение для тех трёхлетних детей, у которых ты выигрывал. А мне... а мне... Блин, мне что-то в глаз попало. Это моя правда, тебе глаза колют. Да уже не важно, кто выиграл, у меня глаз болит. Можешь посмотреть, что там? Ничего не вижу. Так ближе посмотри, с такого расстояния ничего не видно. Ну-ка, кажется, вижу ворсинку. Я в школе. Машу завозила, скоро буду. Угу. Ой, кажется, я ключи забыла. Пойду Машину возьму. Я перезвоню. А ну отошёл от моей дочери, немедленно. Лиля Валерьевна, это не то, что вы думаете. А ты мысли умеешь читать, что ли? Кирилл не ожидал от тебя такого поведения. Лезь целоваться к моей Маше, да ещё и в стенах школы. Мам, ты что, он не лез ко мне целоваться? Ах, ты его ещё и защищать решила? То есть у вас тут всё серьёзно? Ну я нарушу вашу идиллию. Какую идиллию? Мам, ты чего? Он просто помогал мне соринку из глаза достать. Получше ничего не могла придумать? Лилия Валерьевна, ну это правда. Ой, ты вообще молчи. Значит так, я вам запрещаю общаться, чтобы тебя возле Маши я больше не видела. Понятно? Мам, вообще ты он мой друг, и ты не можешь ограничивать меня в выборе друзей. Ещё как могу. Если ты себе позволяешь целоваться с мальчиками в школе, то я позволю себе жёстко заняться твоим воспитанием. Лилия Валерьевна, вы всё непонятно поняли. Добрый день. А что здесь происходит? А это я должна у вас спросить, что тут у вас происходит, пока вы непонятно где ходите. Здрасте. Я за журналом ходила. А что случилось? С виду всё в порядке. Да вы бы заметили, что что-то не так. Уже на их свадьбе в Лас-Вегасе. Почему в Лас-Вегасе? Да потому что там и детей, и собачек поженить могут. Что тут у них за разборки? Без понятия. Кирилл, а что мы пропустили? Лилия Валерьевна привидела, что мы с Машей целовались. Теперь она собирается со светом жить. Сколько это обычный день из жизни Лилии Валерьевны? Стоп. Они тут жениться собирались, что ли? Они тут целоваться собирались. Какая свадьба? Какие поцелуи? Что ты напридумывала, мама? Цыц! Вас вообще больше никто не спрашивает. Обнаглели так, что берегов не видите. Лилия Валерьевна, миленькая, вы успокойтесь. Уверена, что все не настолько страшно, как вам сейчас кажется. Вам легко говорить. Не ваша же дочь склоняет к слюнообмену прыщавый подросток. Ничего не прыщавый, не наговаривайте. Кирилл, это Лилия Валерьевна образно говорит. Помнишь, мы учили гипербола, художественное преувеличение. Я не поняла. Ирина Анатольевна, вы что на его стороне? Что вы, Лилия Валерьевна, как можно? Я на стороне логики, правды и здравого смысла. То есть на моей стороне? Ну, тут есть вопросики. Какие вопросики? Он лез целоваться к моей дочери. И это ваша вина, как педагога. Вообще-то, я их тут литературе учу. Воспитание, это по большей степени ваша родительская задача. Если вы хотите, чтобы они не целовались по углам... Алло, нас вообще никто не слышит, что ли? Мы не целовались. Скажи им, Кирилл. Ну, я бы, конечно, не отказался от такой сплетни. Кирилл, ладно, ладно, это неправда. Так я вам и поверила. Ирина Анатольевна, я этого так не оставлю. Я буду жаловаться вашему начальству, полиции, да хоть президенту. Я на все пойду. Слушайте, но они же подростки. Зачем же президенту? Вы в своем уме, Ирина Анатольевна? Я на вас буду жаловаться. На меня? Ну, меня же тут даже не было. Вот именно. Лена Валерьевна, постойте. Ну, не горячитесь вы так. Я вам докажу, что они ни в чем не виноваты. Дайте только немного времени. Время у вас до конца урока. Жду вас в учительской с доказательствами. Иначе всем будет мало места. Обещаю. Ребята, я вас прошу. Скажите мне, что я не зря в это ввязалась. И вы правда ни в чем не виноваты. Конечно нет. Он мне помогал соринку достать. А мама все перекрутила. Да, все так и было. К сожалению. Тогда нужно придумать, как доказать Лиле Валерьевне, что здесь не произошло ничего оскорбительного. А камеры наблюдения нам никак не помогут? А у нас в классе есть камеры видеонаблюдения? Ну да. И там наверняка прекрасно видно, чем тут занимались Маша и Кирилл, пока никого не было. А как нам раздобыть эти записи? Как-как? У меня доступ есть. Сейчас посмотрим. Вот мы зашли. Сели и начали играть в гляделки. Серьезно? Вот настолько вам было нечего делать? Прикинь, если бы мы еще знали, чем эта невинная игра для нас обернулась, то... Ребята, не отвлекаемся. Так, смотрите. Вот. Ага. Кирилл здесь моргнул. А я же ты говорила. Это ты моргнул. Маш, у нас сейчас есть проблемы посерьезнее. Давай не будем о мелочах. Тихо. Вы потом это обсудите. Вот. Кирилл наклоняется к Маше. Да что ж такое, а? Повернись, повернись. Еще ниже наклоняется. Нет. На камерах наблюдения все выглядит еще хуже. Поверьте, реально ничего не было. Просто угол съемки неудачный. Что же делать? Лилия Валерьевна в гневе страшна. Ты мне это говоришь? Скорее всего, нам напоминаю. Я уже вижу свое фото в заголовках. Учительница покрывает малолеток. Дом свидания в школе. Ужас. Ирина Анатольевна, не торопите события. Есть одна мыслишка. Ладно. Сначала попробую по-хорошему. Ну что, нашли доказательства? А мое слово разве ничего не значит? Почему вы так плохо думаете обо мне и о Маше? Я думаю, как реалист. Это все, что ты мне можешь сказать в свое оправдание? Мне не за что оправдываться. Можете сами в этом убедиться, посмотрев в Машином телефоне ее переписку. Так вы сразу поймете, что между нами ничего нет. Я не буду читать Машину переписку. Она мне этого не простит. Но это же для дела, Лиля Валерьевна, а не для развлечения. Ну ладно, уговорил. Правда важнее. Надеюсь, до вас дойдет, что у вас очень хорошо воспитанная дочь и друзья у нее отличные. Не захотела по-хорошему, а и по-плохому. Ну что, как там поживает твоя мыслишка? Как мы выплывем из этой ситуации? Выплывем, не переживай. У меня все продумано. Только это... Нам нужно все вместе пойти к Лиле Валерьевне. Сможем? Конечно. Главное, Елене Юрьевне не попасться на глаза. А то она не любит, когда учителя с учениками уроки прогуливают. Пойдемте скорее. Пусть и закончится, и мама узнает правду. Мама, почему у тебя мой телефон? Так это мне Кирилл дал, чтобы я убедилась в твоей правоте. Угу, так я и поверила. Ты просто решила влезть в мою жизнь поглубже. Нет, ты что? Я просто должна была знать правду. Ты ее и так знала. Нужно было просто поверить собственной дочери. Доченька, постой, я тебе верю. Слишком поздно, Лилия Валерьевна. Ну я только хотела... Хотя почему это я перед вами оправдываюсь? Маша! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok